Первый экземпляр первого периодического издания Карачаева Черкесской Республики увидел свет в далеком 1918 году. Называлась она тогда «Известие народных депутатов». Потом были «Красные зори Кубани», «Городская беднота», «Баталпашинская правда». И только в 1991 году, проведя опрос среди читателей, газета обрела свое сегодняшнее название «День Республики». Менялись времена, менялись названия, но газета, рожденная в горниле революции, несмотря ни на что, рассказывала людям о победах и свершениях народа Карачаева Черкесии. Вместе со своими читателями верила, надеялась, переживала, радовалась и огорчалась. Во все времена издание оставалось честным перед своим читателем, искренне разделяя идеологию и убеждения разных исторических эпох. Любая газета, средства массовой информации, имеет большое значение как для региона, так и для его жителей. Знаменательное событие в этом году, как вы знаете, 105 лет, газете «День Республики», она раньше называлась «Иминское знамя», и имеет такую сложную историю, как и наша страна газета, пережила и Великую Отечественную войну, и другие исторические события. И сегодня по праву можно назвать эту газету летописью Карачаева Черкесии, поскольку все события, которые происходили на территории нашей республики, они отражались в газете. На страницах газетных выпусков строительство страны советов, гражданская война, трудовые будни, героический подвиг советского народа в Великой Отечественной войне, энтузиазм великих строек и ветер перемен перестройки. Именно ветераны издания заложили классическую школу журналистики в Карачаево-Черкесии, которая всегда отличалась фундаментальным отношением к слову. Зарекомендовав себя как компетентное, профессиональное, уважаемое издание «День республики», воспитала немало маститых журналистов, будущих писателей и поэтов. Мастерство коллектива не раз отмечалось многочисленными премиями и наградами, но наивысшей оценкой для них всегда была и остается любовь и уважение читателей. Сейчас в штате редакции 25 специалистов. Раиса Арнаутова работает здесь уже 12 лет. Написала не одну сотню статей. Работу журналиста сложно назвать скучной. Здесь не бывает двух одинаковых дней. Для тех, кто заходит в редакцию, может быть, покажется, что здесь все однообразно, а мы никогда не сидим на месте. Сегодня мы в Черкесске, завтра в Карачаевске. Послезавтра мы, может быть, даже в Ставрополь уедем или встретимся с Путиным. Как знать. Так что скучать никогда не приходится. Работает в издании и популярная писательница Ольга Михайлова. О ней Светлана Борисовна Шендрик-Переславцева – отличник телевидения и радиовещания Советского Союза. Член Союза писателей России отзывалась как о коллеге с литературной одаренностью, с современным стилем в изложениях материала, характерных для журналиста. Сегодня Ольга успешно совмещает работу в главной республиканской газете с работой в Карачаево-Черкесском книжном издательстве. Я работаю здесь с 2008 года. Скоро будет уже 15 лет почти. Я считаю, что сегодня в этой газете созданы все условия для того, чтобы профессиональный журналист мог реализовать себя. Листая сегодня пожелтевшие страницы, его сотрудники могут ощутить, может быть, наивную, но тем не менее искреннюю радость от больших и маленьких достижений и свершений. Прошли годы. О новостях теперь мы узнаем не только из газет. Телевидение, радио и вездесущий интернет ежесекундно снабжают нас информацией. Оттого более весомым становится значение печатного слова. Его авторитет определяется огромной юридической и моральной ответственностью, которая лежит и на журналисте, подготовившего материал, и на самом СМИ, опубликовавшем этот материал. Это у нас последний завершающий акцент всей работы нашего творческого коллектива. Сюда стекаются материалы, которые подготовили журналисты, которые вычитала корректура, которые... фотокорп подготовил фото к этим материалам. И с Севой мы уже планируем номер. В данный момент мы уже готовим субботний номер. Материалы отбираю по значимости. У нас новая верстка, поэтому очень важна иллюстрация в газете. Вот. И нас очень радует, что к нам приходят молодые ребята. Вот Сева у нас работает всего год, но уже освоился и уже чувствует себя своим коллективом. По словам директора, главного редактора газеты «День республики» Евгения Кратова, выдержать конкуренцию телевидения и интернета помогает высочайший профессионализм творческих и технических сотрудников редакции, верой и правдой служащих своему делу. Наша редакция – это как часовой механизм. Здесь нет лишних деталей. То есть человека, может быть, не видно, может быть, не слышно. Но как только он уходит на больничный, мы сразу чувствуем сбой нашего механизма. Поэтому каждый занял свое место, каждый занимает свою боевую позицию. И именно благодаря этому у меня есть основания для того, чтобы смотреть наше будущее с оптимизмом. Я думаю, что таких времен не было, когда бы не было проблем. Проблемы были всегда. Но наши предшественники их преодолевали, работали в значительно более сложной ситуации, потому что была и политическая обстановка другая, и вызовы были другие. И у нас сейчас тоже сложности. Но благодаря тому, что у нас есть команда, я думаю, что у нас все будет хорошо. Газету, как и 105 лет назад, печатают на бумаге. Но за окном третье тысячелетие. А это значит, без электронных информационных ресурсов никуда. У газеты имеются аккаунты «Телеграм», «ВКонтакте», «Дзен», официальный сайт и даже своя новостная лента. Учредителями газеты «День республики» являются парламент и правительство Карачаева Черкесской Республики. В ней печатаются законы и другие нормативно-правовые акты. Искренне поздравляю коллектив газеты «День республики» со 105-летием. И хочу отметить, что до появления интернета она была единственным источником информации и остается по сей день. И также хочу отметить наши национальные издательства, поблагодарить их и сохранить их для того, чтобы каждый мог, имел возможность читать на своем родном языке, помнить и следить за событиями. Желаю коллективам редакции здоровья, благополучия и творческих успехов. Сегодня газета выходит три раза в неделю. Во вторник, четверг и субботу. Тираж составляет 3500 экземпляров. А детский журнал «Наш теремок» выходит полуторатысячным тиражом ежеквартально. За более чем вековую историю существования газета прошла большой путь развития, постоянно совершенствуя свой профессиональный уровень и неустанно стремясь к новым творческим вершинам. Армида Кишмахова, Андрей Дорошенко. Итоги недели.